МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Карьера в цирке у меня началась в Москве после спорта в 93-м году. А выступал ты в спортивной гимнастике, да? Да, со спортивной гимнастикой. Я тренировался, начинал гимнастикой на Дальнем Востоке, так как у меня отец военный. Я выступал в гимнастике на первом чемпионате России, и после этого я закончил спортивную карьеру и попал в московский государственный цирк. И вот когда я первый раз услышал про цирк Дю Салей, был человек, который приехал в Москву, и набирали людей в первый стационар цирка Дю Салей, который состоялся в Лас-Вегасе. А сложно было пройти вот этот конкурс? Ну, в то время компания как бы только начинала, и, ну, то есть искали в то время при Советском Союзе, и в начале как распался, когда Россия начала действовать. Спортсменов очень много было в спортивной гимнастике, в художественной, акробатике. Век спортсмена, век артиста в цирке Дю Салей – это сколько примерно? До какого времени обычно артисты выступают? Ну, если это не клоуны, конечно. Ну, это, конечно, переменчиво, смотря, да, какой жанр. Ну, у нас есть последние из магикан, которые начинали со мной еще в воздушном полете работать и в московском цирке, и в цирке Дю Салей, до сих пор летают. То есть им уже за 45. То есть можно сказать, что не длинная карьера, но в то же время у нас есть исключения. То есть спортсмены высшие из Советского Союза очень крепки. Меня всегда, знаешь, что интересовало? Вот мне кажется, такая какая-то очень собачья-собачья жизнь. Да, вот, то есть, Дим, ну, я вот, сколько ты уже, 26 лет в цирке? Кстати говоря, для зрителей мы стоим рядом с Аллегрией, и вот рядышком находятся купола. То есть вы здесь сколько? Два, там, два с половиной месяца, наверное? Да, два с половиной месяца. То есть вот эта мотальная жизнь, Дим, расскажи, я бы, наверное, с ума сошел бы. Ну, если честно, конечно, пока молодой, естественно, много чего интересного, кататься по миру. Ну, и эта компания, естественно, дает возможность разного вида шоу работать, стационары, в аренах там поменьше, как бы в каждом городе остаешься. Ну, в Биг Топе, именно в Шапито, то есть дает возможность в больших городах поработать и довольно-таки на длительный срок останавливаться. Все равно же ведь должен быть какой-то там дом, я не знаю, свой, так сказать, а здесь вот это вот катаешься, катаешься. Жена ни разу не говорила, Дима, знаешь, еще одна такая поездка, и все. Ну, у меня семья молодая, поэтому, как говорится, это еще только начало. Но я сам понимаю, потому что я в дороге очень частенько был, я седал и обратно в дорогу уезжал. Но я уже чувствую, да, когда уже семья, сейчас маленькие дети, уже больше хочется с ними, ну, возможность одна только со мной в дороге, но как бы нас это совсем не устраивает. Поэтому мы думаем, ну, я вернулся в эту компанию, возможно, в будущем, может быть, есть возможность обратно куда-то на стационар и там уже, как говорится, ну, седать на одном месте с семьей как-то поинтереснее. Для артиста, ну, век артиста, я имею в виду век спортсменов, он довольно короткий, да, потом надо вот куда-то деваться, поэтому многие спортсмены высокого уровня идут, допустим, в церковь. Это вообще завидная роль или, или вот, как говорится, на безрыбе деваться некуда, или вот работать в цирке Десоле, это хорошо или так себе, или плохо? Ну, цирк дает возможность спортсменам открыться, найти какие-то свои персональные возможности, роли, потому что цирк – это не только цирк, это и театр. То есть, есть возможность проявить себя в какой-то другой роли тоже, как артист, а не как спортсмен. В материальном плане, насколько нормально артист чувствует себя финансово? Ну, довольно-таки… Неплохо, да? Неплохо, да. Иначе бы, можно сказать, их бы здесь не было, но это в старые добрые времена, как говорится, в 90-е, это было большим, ну, потому что много вариантов не было, или в московский цирк, или там цирк в России идти. Ну, эта компания, как говорится, себя показала немного изначально, и многих заинтересовало, и довольно-таки короткое время стало всемирно известно, и поэтому, ну, это было престижно попасть даже в эту компанию, поработать даже не какой-то короткий срок. Ну, то есть, жить финансово нормально, в общем, по-человечески можно, да? Ну, да. Где вы живете? То есть, вот, допустим, к артисту приезжает, это же цирк Шапито, да? То есть, это вот биг топ, так называемый, натягивается. Вы живете, артисты, в гостиницах, вы живете где-то в вагончиках. Как это происходит? У нас цирк предоставляет разные возможности, где можно проживать, или в основном нам цирк предоставляет гостиницы квартирного типа, то есть, с кухнями, со всеми. То есть, вот здесь вот мы стоим рядом с цирком, там нет каких-то вагончиках, где артисты переодеваются. А как вы, а где вы переодеваетесь? Ну, при цирке есть специальное отдельное помещение, костюмерный, разминочный зал, это все отдельно от Шапито. И, естественно, очень все удобно, довольно-таки. Ну, сегодня мы там побываем, и я вам все покажу. Да, вот, кстати говоря, мне было очень интересно посмотреть, а питание, вот, артисты питаются дома, они питаются здесь, или? Да, питание очень у нас хорошее. При нас кухня, да, при нас кухня, повара у нас отличные, и обслуживающий персонал очень довольно-таки большой. Дим, спасибо огромное, что большое, что с твоей помощью нам удастся, наверное, сегодня побывать на бэкстейдж, то есть, вот, за кулисами. Представь, пожалуйста, вот эти вот ребята, которые... В прошлый раз ты мне говорила о том, что чуть ли не половина трупа там ребята русскоязычные, русскоговорящие, да? Насчет русскоговорящих. Да, да, да. То есть, когда компания начиналась, в этих двух-трех шоу, в основном были выходцы из Советского Союза, то есть, ребята с России, из разных республик Советского Союза. И, ну, спустя много лет, как бы это, ну, не традиция, но все равно у нас спорт на высоком уровне в России и также в странах СНГ. Ну, где-то, я бы сказал, 50% русскоговорящих. 50%, ну, дай бог нам сегодня удастся их увидеть. А скажи такую вещь, вот, 50-70 человек народу, ну, это же, в общем, такая большая-большая компания. Люди же, наверное, как-то ссорятся, ругаются, там, как-то влюбляются, черт его знает, что они там делают. Есть такое? Ну, это же коллектив. Ну, это коллектив, не без этого, да, естественно. Бывают там стычки такие какие-то. Большая семья, да, и есть, естественно, народ сходится. У нас много артистов за период, как говорится, креативный, пока делали это шоу, много есть такие, создались пары. Вот-вот-вот, это то, что я хотел спросить, потому что я знаю, что это все равно, даже если ты говоришь половина, все равно другая половина, это интернациональная половина. То есть там вот ты в прошлый раз говорил о том, что там девочка, по-моему, на барабане играла испанка, по-моему. Да. Там, да, клоуны, по-моему, тоже испанцы, по-моему. Да, да, да. То есть вот наверняка образуются какие-то, наверное, международные семьи, наверное, да? Есть и такое, да, есть у нас русскоговорящие с иностранцами. Не без этого, и это нормально в таких коллективах. Два слова про тебя. Ты у нас гражданин какой страны? Я гражданин России в первую очередь и гражданин Австралии. То есть у тебя двойное гражданство, да? У меня, да, двойное гражданство. Сколько лет ты прожил в Австралии? Моя жизнь, как говорится. В дороге очень частенько было. Ну, 20 лет я с Австралии, да, 20 лет. В чем специфика Австралии? Ну, все знают, что вот кенгуру, да? Я вот, когда ты мне звонил, я даже посмотрел там, кенгуруский у тебя написано, да? Да, это мое прозвище было еще когда я в Лас-Вегасе работал в первом шоу «Цирка Дюссале» в Лас-Вегасе «Стационаре». Меня ребята наши так и прозвали. Как вообще получилось? Как ты туда попал? Ну, я работал с московским цирком в Австралии и очень молодой был в то время. Ну, и встретил человека там, и мы потом поженились. Ну, и так у меня началось, как говорится, начало моей австралийской жизни. Это, в смысле, женщина русская, не русская? Нет, австралийка. Австралийка? Да, да, да. То есть, мы вообще женились в Канаде. А, в Канаде, да? Там долгая история. Ну, видишь, все сводится вокруг них своя. Как бы я там поработал, немножко пожил. Мне нравится тем, что, ну, первым делом, конечно, люди. Очень дружелюбные, очень простые. Очень открытые, наверное. Да, открытые. И этим оно мне как-то напомнило родину немножко. В старые добрые советские времена. Заканчиваешь карьеру, возвращаешься куда? В Австралию? В Россию? Много лет я возвращался в Австралию. Сейчас у меня появилась как бы новая семья. И немножко у нас планы, может быть, поменялись. И, возможно, в будущем мы вернемся жить в Россию. Ну, это, как говорится, в наших планах. Не знаю, как это получится, не получится. Но, возможно, да. Сейчас в перерывах от этой работы я еду в Россию. Потому что супруга с детьми, они сейчас в Москве. Ты знаешь, я посмотрел во многих шоу, очень во многих шоу выступает много российских, ну, я имею в виду русскоязычных, да, там, с Украины, с наших республик. То есть я так понимаю, что наши ребята, наши артисты, они очень как бы котируются в мире, да? Ну, я бы сказал, что да. Многие очень сложные акробатические номера, которые вы видели в этом шоу непосредственно в Аллегрии, в основном русскоговорящие, да. И вот в каждом шоу есть групповые номера, два-три групповых номеров, которые акробатические, довольно-таки высокого класса. Ну, и основная масса в основном, да, наши ребята. В чем заключается именно вот твоя роль, что ты делаешь в цирке? Моя роль, я в цирке, как говорится, это третье шоу для меня, и я был в нескольких ролях как артиста, старшего тренера. А, то есть ты еще и выступаешь, да? Нет, я изначально был артистом, да, ну, и, естественно, с годами, то есть меня пригласили передавать опыт. Я поработал в другом шоу в роли старшего тренера, а в этом шоу меня пригласили как специалиста одного из номеров, как бы непосредственно помощником старшего тренера. То есть ты как постановщик, ты как тренер? Да, как тренер, ну, и помощник старшего тренера по всему шоу тоже. Дим, а вот для артиста в цирке Дюш-Сале это вот патагонная система, знаешь, вот когда люди там пашут круглосуточно с утра до ночи, не просыхая, или это вот так, в общем-то, человеческий образ жизни? Ну, я бы сказал, то есть рамки есть. Ну да, то есть лежать на диване не дадут, да? Да, ну, успеха не бывает без труда. Да, конечно, без труда, так что. Вот ты когда сам выступал, у тебя были ситуации с травмами? Да, было очень, было серьезное, да, были, это одна из причин, почему я, как бы, закончил работая артистом в цирке Дюш-Сале в воздушном полете, почему я ушел, ну, с позвоночником были проблемы, но мне посоветовали закончить то, что я делал тогда, и тогда все будет нормально. Слава Богу, что я послушал хирургов и так сделал. Ну, потом я создал еще один номер, тоже воздушный, который позволил мне еще лет 20 работать и вне цирка, то есть я в ледовом шоу долго время проработал, как гость программы. Мы вот сейчас идем к цирку Шапито, да, вот Big Top, который называется, да, он по времени сколько собирается? Ну, обычно от суток до двух. За кулисами вы что увидите? Вы увидите все, что происходит во время шоу, то есть разминка артистов, как они будут выходить с артистов, то есть все какие-то тренерские наставления, физио, да, работает в это время, то есть костюмерная, то есть постоянно там, если быстро меняют костюмы, что-то. То есть это довольно-таки такой интересный процесс. Ну, безусловно, безумно интересно. После того, как мы поговорили, мы прервались и пошли посмотреть само шоу, причем пришли посмотреть его на backstage. Ребята, вы не представляете, что это такое. Я, например, оказался, Наташа вас записывает, нас сейчас с Димой. Мы совершенно в колоссальном восторге, потому что Дима подарил нам совершенно какой-то уникальный опыт, экспириенс, когда вы сидите за кулисами, да? За кулисами, да. Артисты вокруг вас входят. Вы знаете, у меня в моей жизни никогда ничего подобного не было. Это совершенно уникальный все. Дима, во-первых, спасибо тебе огромное. Ты знаешь, я с большим любопытством наблюдал за артистами, и мне было удивительно, с каким-то колоссальным интересом они сидели, смотрели шоу. Мне было это интересно, мне кажется, что они смотрят там в тысячный раз, или какую-то там точку. Ну, в основном они как бы не просто его смотрели, а, естественно, смотрят записи, какие-то для себя изменения, смотрят помарки. Ну, да, записи, естественно, какие-то для себя берут для следующего. Вы знаете, благодаря Диме нам удалось сфотографироваться практически чуть ли не со всей труппы, наверное, да? Более того, что уникально, в этом шоу, наверное, половина примерно где-то русскоязычных, русскоговорящих артистов, и нам удалось с ним поговорить. Нам это безумно понравилось, потому что, ну, представляете, вот вы сидите в зале, вот спасибо, опять же, благодаря Диме, мы побывали здесь буквально где-то неделю назад. Мы сидели в зале и смотрели это шоу. И тут вдруг, понимаете, вы приходите, и рядом с вами артисты, которых увидели на сцене, и вы можете подойти и что-то спросить. И плюс на нашем родном языке. Да, что удивительно, и там было много ребят с Украины, и, да знаешь, что мне очень понравилось, это вот какая-то такая, какая-то очень такая дружелюбная международная обстановка, такая атмосфера. Большая семья. Да, и вот мы смотрели, вы знаете, это действительно уникальные какие-то ощущения, когда ты видишь артиста в маске, да, с ним разговариваешь, потом он подходит тебе без, уже без маски, ты его не отличаешь, потому что это уже совершенно другой, другой персонаж. Как ты хотел бы, допустим, пригласить людей на шоу? Ну, во-первых, спасибо, что вам понравилось, потому что для нас это очень тоже важно, потому что вся наша работа без вас, у нас бы не было этой работы, то есть без зрителя. И это всегда впечатляет и дает много новых сил, энергии, чтобы продолжать работать, да. Для нас тоже это очень важно, слышать какой-то фидбэк, то есть какие-то впечатления от зрителя, и, естественно, для нас это очень приятно. Когда мы чувствуем, что мы делаем свою работу, мы не зря. Ну, для зрителей, что я могу сказать? Приходите смотреть нас. У нас очень большая семья, интересное шоу, много русскоговорящих в Алигрии. И это одно из первых шоу этой компании «Цирка Мюссалея». Так что это лицо компании, это икона компании. Шоу «Алигрия». Это одно из первых, оно вышло 25 лет назад. Но сейчас оно в новом шоу, в новом свете, в новой постановке. И, естественно, идет в ногу со временем. Это шоу о переменах, это шоу о праздновании, о празднике. Приходите. Дим, как долго еще шоу идет в Торонто? Шоу в Торонто идет до конца ноября. Мы еще здесь два месяца. То есть два месяца. Друзья, у вас есть возможность поприсутствовать, сходить. Я вам очень рекомендую. Это действительно шикарное совершенно шоу. Если вы сумеете прийти, попасть, посмотреть, я уверен, что вам очень понравится. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо. Спасибо!